Продолжение следует... Она защищала свое исследование на Всероссийском фестивале творческих открытий и инициатив «Леонардо» в Москве и заняла первое место в своей секции. А началось все с рассказа дедушки о том, как в старину красили одежду. Мы попробовали, собрали растения, король, ольхи, зверобой, крушина, многие другие. Попробовали ими окрасить ткани. В разных концентрациях пробовали, разные ткани попробовали, получились тряпочки окрашенные такие. Настя сама очень увлеченный человек, а это и для занятий наукой у взрослых людей, и для занятий в клубе «Кулебни» довольно важное дело. То есть, когда она говорила, что сначала кажется, что это трудно, но теперь меня от моих, значит, опытов не оторвать. Вот какая-то такая у нее была фраза, у нее так освещалось лицо, что мне кажется, это невозможно было на это не отреагировать. И это действительно правда. Вот скажите мне, пожалуйста, кристаллики всегда у нас кубики, как поваренная соль? Нет, конечно. Нет, да, они могут быть иголочками, могут быть такими. Они там очень разные, сгенерированы. Свои идеи Настя развела и оформила в детском исследовательском клубе «Кулебин». Это пространство, где нижегородские школьники, начиная со второго класса, учатся наблюдать, задавать вопросы и ставить эксперименты. Университет Лобачевского и 113-я школа организовали клуб в 2014 году. Успех Насти подтверждает, что начинать заниматься наукой нужно в самом любознательном возрасте. Здесь мы можем попробовать какие-то опыты сделать, которые мы, допустим, не сделаем в седьмом, восьмом классе. Я люблю смешивать разные вещества, чтобы получались там другие цвета. Очень странно, когда, допустим, из раствора белого цвета или прозрачного, и если смешать его с голубым раствором, получается красный. То, что они получают в клубе «Кулебин», это, конечно, им большое подспорье. Это и общее развитие для ребенка, и развитие как раз той мысли, того интеллектуального посыла, который дает, собственно, и знания детям. Если ты сам начинаешь копаться и разбираться в каких-то моментах, это и есть знания твои, ты получаешь их. Как Ландау сказал, если не ошибаюсь, что единственный тест на одаренность – это участие пусть в маленькой, но самостоятельной исследовательской работе. Вот Настя очень много сделала сама, вся ее работа, в общем-то, сделана ею. И она ставила сама вопросы, она сама искала на них ответы, она проводила эксперименты, которые не сразу получались. Я считаю, что вот к этому мы стремимся. И вот так примерно все и должно происходить. Наградой за выступление на конкурсе Леонардо для Насти станет поездка в Артек. Там ей предстоит провести занятие об истории красок для других победителей школьных конкурсов и Олимпиад. Профильная смена будет озаглавлена «Путь к Олимпу». И пусть для Насти это красивое название не останется только метафорой.